Библейский портал экзегет.ру представляет Приветствую вас, дорогие братья и сестры, на библейском портале экзегет. Мы продолжаем вместе с вами рассматривать соборные послания апостола Иакова, и сейчас читаем четвертую главу. А вот апостол Иаков в этой главе на самом деле рассматривает многие наши внутренние проблемы, которые мешают фактически нам жить в повседневном нашем быту. Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете? Убиваете и завидуете, и не можете достигнуть? Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Вот, братья и сестры, откуда у нас вражды и распри? Постоянно это возникает, фактически на пустом месте, какие-то склоки, ссоры, пересуды. Люди зачастую подавляются вот как змеям, которых посадили в один мешочек, и вот они там клокочут, кусают друг друга, жалят, и то с одним, то с другим, то с третьим. И вот мир людей представляет собой вот этих вот змей. Почему так? Да потому что внутри нас клокочут наши страсти. И человек кусает другого. Почему? Потому что его самого кусают его собственные страсти. И апостол Иаков говорит, вот откуда же у вас эти вражды, эти распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Вот там по-гречески, вожделение, буквально там сказано «гэдоне», то есть удовольствие, гедонизм. То есть такой гедонизм, это значит, что на первом месте мое личное удовольствие. Вот только все для себя, все должно приносить мне удовольствие. Если я женюсь, то для личного удовольствия. А вот жена не всегда поступает мне в удовольствие, поэтому я на нее сержусь, я на нее срываюсь, выхожу из себя. Или, скажем, жена так говорит про мужа, что вот он не все делает так, как мне угодно. Из-за этого начинаются вот эти склоки, вражды, распри. И люди, вот из-за этого он говорит, что желаете и не имеете, потому что всегда желаете только для себя, только для своего эгоизма. И любой потребитель, любой потребитель останется недовольным. И вот дух недовольства на самом деле, вот это такой явный признак нехристианства в нашей душе. Вот хотите узнать, христиане ли вы по своей душе? Посмотрите внутри. Вот если у вас живут внутри постоянные распри, постоянные недовольства, то значит, что нет мирного духа. Сердце, значит, погрязло в каких-то вот страстях. И такое сердце не может быть счастливым. Да, вот как апостол Павел говорит, что великое приобретение – быть благочестивым и довольным. То есть довольным быть всем, что Господь подает. А если человек не научился владеть собой, он будет недоволен тем, что из крана вода течет. А на самом деле водопровод – это великое достижение человечества. Если вспомнить даже наших дедушек, бабушек, которые носили воду там откуда-то, да, из колодца, в ведрах, а мы уже чуть там вода начинает капать из крана, мы уже выходим из себя, ругаемся на всех на свете, что не так, там трубы проложили, да, или асфальт нам не так проложил. А вот мы бы помесили грязь в лаптях, как это делали наши предки испокон веков, и мы бы оценили те дороги, которые у нас сейчас имеются. Вот все это от наших вожделений. Не победишь вожделений – не будешь счастлив. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Ну, конечно, убиваете – это вот так, может быть, слишком громко сказано. Но в мыслях. Вот если заглянуть в мысли людей, то откроется страшная картина. Просто это какой-то вот фильм ужасов, да. То есть, если бы открылось, что люди носят в своих мыслях, то просто бы жизнь прекратилась бы на земле, потому что люди в своих мыслях носят какой-то кошмар, какое-то такое дьявольское уничтожение. Люди готовы были бы уничтожать всех вокруг, да, тех, кто хоть в чем-то помешал, там, и соседи, там, и каких-то сотрудников по работе. Уничтожить всех, в конце концов, уничтожить самих себя. Да, то есть, это просто нечто такое страшное. Вот в мыслях, да, действительно, убиваете и завидуете. Ну, и завидуете – это тоже, конечно же, в мыслях. Внешне никто не скажет, что он такой завистник, но это наша вот немощь. «И не можете достигнуть», – говорит апостол Яков. То есть, он как бы прозревает картину нашей души, что в ней происходит на самом деле. Эгоист всегда будет несчастлив. «Припираетесь и враждуете, и не имеете». То есть, сколько не пытаете, все не можете дать. А почему? А потому что не просите. Потому что забываете о Боге, ибо только Господь может подать человеку все необходимое. И, конечно, вот, ну, не буду приводить конкретные примеры, но скажу совершенно точно, что вот бывает так. Вот человек, он все время вот бьется, чего-то ищет, пытается там достигнуть, и ничего вот не получается. А потом наступает вдруг такой момент, когда человек смирится внутренне, скажет, вот, Господи, вот, пусть все будет, как тебе угодно. И начинает вот просто молиться Богу о спасении своей души. И вдруг происходит чудо буквально, что меняется ситуация его жизни. Господь начинает подавать ему то, что ему и нужно, даже в плане материальном. Вот те нужды, на которые у него не было средств до этого, вдруг они начинают покрываться. То есть, почему? Потому что человек, прежде всего, внутренне смирился пред Господом, и Господь начинает ему помогать. А иногда мы просим себе не на добро, и Иаков пишет, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Вот помню, как одна девушка писала, что вот помолитесь, пожалуйста, очень хочу вот именно с этим парнем дружить, он такой хороший, почему не получается? Ну, потом проходит время, да нет, я с ним и не хочу уже дружить, он мне и не нужен. То есть, мы все хотим, чтобы Господь нам подавал по первой вспышке наших чувств, наших эмоций. Вот нам захотелось, загорелось внутри, вот хочу и все. И такому человеку вот давай, ты, Боже, все подай. А ведь у нас это идет от нашего эгоизма, а эгоизм это ненадежная вещь. Вот сегодня тебе одно хочется, завтра ты увидишь у другого что-то и тут же кинешься за этой вещью. Сегодня тебе один нравится, завтра другой, послезавтра третий. И ты не можешь в самом себе разобраться, потому что живешь вот этими легкомысленными порывами. И даже если просишь у Бога, то просишь себе не на добро, а чтобы употребить для вожделений ваших, пишет апостол Иаков. Не победишь в вожделении, ничего хорошего не выйдет. И Иаков, он даже достаточно строго так обращается, прелюбодеи и прелюбодеицы. Ну, так на самом деле оно и есть. Вот повторим, что если бы, ну, Достоевский, по-моему, писал, что если бы открылось, что люди носят в своих мыслях, то такая бы пошла вонь по земле, что невозможно было бы вообще жить. Да, вот, прелюбодеи и прелюбодеицы. То есть у людей в мыслях грязь. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? В данном случае что подразумевается под миром? Это как сплетение вот этих вот страстей, вот эти вот пересуды, склоки, все себе гедонизм, эгоизм, потребительство, слаболюбие, похвальбы. И вот этот вот клубок вот этих страстей человеческих, который как снежный ком накатывается, через рекламу он тоже еще больше, вот так сказать, разрастается, пропагандируется. И все вот это есть, вот этот вот мир, который чужд Бога, который губит сам себя, и дружба с миром есть вражда против Бога. Почему? Потому что если ты сердцем своим не с Богом, а с этим миром, то значит ты противопоставил себя Богу, и значит ты против Бога. Получается так, если ты себя противопоставил Ему. И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас, но тем большую дает благодать? Вот эти слова, наверное, не очень понятны, и мне все-таки очень нравится толкование преподобного Нила Синайского и некоторых других. О чем здесь идет речь? Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас. Здесь все-таки речь идет о Духе Святом, от благодати которого Господь уделяет человеку. Изначально человек был сотворен не просто вот как душа и тело, а человек был сотворен дуновением Божиим, то есть Духом Святым, говорит Святой Афанасий Великий, преподобный Серафим Саровский, Игнатий Бринч и другие. То есть первозданный человек это был, что с собой представлял? Душа тела и Святой Дух, который осенял человек. В грехе, в грехопадении люди утратили. И вот уже когда Спаситель пострадал за грехи людей, воскрес и не спосылает Святого Духа через, ну в Пятидесятнице, да, вот возрождение, рождение церкви, и люди в таинствах начинают опять получать благодать Святого Духа, то есть становятся причастниками Божиими. Но отчасти все-таки определенный дар Божий, он есть у любой души, потому что каждый человек остается образом Божиим. И в этом смысле вот нечто от Духа Божия есть в каждом человеке. И вот в Ветхом Завете есть такие слова, что Бог наш есть Бог-ревнитель. Что это значит? А это значит, что Господь вот не может свое творение уступить дьяволу просто так. То есть как бы Господь ревнует о своих чадах и хочет их иметь только вот с собой, в том смысле, что человек-то и будет счастлив только с Богом. И как только человек вот уклоняется, то тут же терпит, ну, как бы наказание. А наказание в чем? Именно в том, что, ну, как вот, допустим, водолаз, вот он будет перерезать вот этот шланг, который соединяет его с кислородом, понимаете? Он разрывает эту связь, перерезает связь, и он же от этого страдает. Вот то же самое, и когда человек разрывает свою связь с Богом, это подрывает основы его бытия. И вот сказано, что даривность любит Дух, живущий в нас, то есть Господь уделяет благодать Святого Духа, который нас призывает к спасению, только к спасению и больше ни к чему. И дальше продолжается. Но тем большую дает благодать, ну, тем, конечно же, кто последует за Господом. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И из этого мы извлекаем что? Что вот хочешь быть счастлив, смирись перед Богом. А если гордишься, то Бог не с тобой. Если гордишься, то ты с дьяволом. А дьявол – это самое первое несчастное существо. Который затворился внутри своего «я» и смысл его существования только в том, чтобы вредить всем остальным. И тот, кто идет по пути гордости, он становится тоже на путь разрушения. «Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас». Иногда мы думаем, что, ну, как же так, вот это все трудно. Нет, на самом деле, христианину уже дана благодатная сила в таинстве крещения. И в крещении мы все отреклись от дьявола, произнесли, отрицаем с тебя сатана, гордыня твоя, служение твоей, да, всей власти твоей и так далее. Там в чинопоследовании все это есть. То есть мы отреклись от служения дьяволу, от его гордыни, от жизни по правилам мира сего. Поэтому у нас, собственно говоря, нет другого выхода, как только противостать дьяволу. А для этого что нужно? А вот подступил к тебе какой-то греховный помысел, и ты тут же, вот поймая себя в это время, скажешь, что это же от дьявола. Нет, мне этот помысел не нужен. Какое-то вот внутреннее искушение. То есть противостань ему, и он убежит от тебя. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. И вот в этот же момент ты обратись к Богу, скажи, Боже, очисти меня грешного, Господи, прости меня грешного. И здесь, в общем-то, правило простое. Хочешь, чтобы Господь приблизился к тебе, приближайся к Нему сам, открывай свое сердце, да, и молись Ему. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. То есть старайтесь и самые дела свои очищать, исправлять свое сердце, чтобы не было никакого лицемерия вот этого двоедушия. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш добротится в плач, и радость в печаль. То есть, ну, речь идет, конечно, о таком покаянном делании христианина. Нельзя всю жизнь проводить в смехе, в каком-то таком безудержном веселье. Да, мы существа падшие, поэтому одна из таких вот главных задач – это увидеть свой грех и раскаяться в нем. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. И вот апостол Иаков дает еще некоторые такие важные советы относительно нашего повседневного поведения. «Не злословьте друг друга, братья», то есть не произноси никакого злого слова. Если ты произносишь злое слово, то ты сам приближаешься к тому, у кого есть, у кого дух злой, да, кто сам есть дух злобы поднебесной, это дьявол. Еще Иаков говорит, кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. О каком законе здесь идет речь? Это закон Христов. А закон Христов есть закон любви. И Спаситель говорил, что весь закон Божий сводится к двум заповедям. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей и ближнего твоего, как самого себя». То есть это закон любви к Богу и к ближним. А кто злословит брата, тот уже нарушает этот закон, тот как бы становится выше этого закона и уже как бы судит, что это становится как судья, да, вот это правило, оно мне не нужно. Я сам живу по своим правилам. Иаков говорит, един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. То есть только Господь, Он наш судья, в Его руках наша жизнь, а ты кто, который судишь другого? И часто так бывает, что человек вот осуждает кого-то и говорит, ну как такое возможно вообще? Вот понаблюдайте даже за самими собой. Это у нас бывает такое, что мы рассуждаем, как такое вообще может быть, что Он так вот поступил. И проходит какое-то время, и Господь нам самим попускает впадать вот точно в то же самое. Точно в то же самое. Вот кто ты такой, который судишь другого? Вот ты то же самое все совершаешь. Поэтому есть только один законодатель и судья. А мы люди немощные, поэтому и надо бы прежде всего каяться, вот как говорит смех ваш, да обратиться в плач и радость печаль. То есть ты кайся о своих грехах. И последние наставления Иакова связаны, ну в четвертой главе, связаны тоже вот, скажем так, с понятием промысла Божия. Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать, и получать прибыль. То есть такие вот как бы предприниматели, да. Ну все мы на самом деле в это впадаем, в такую самоуверенность. Речь идет о самоуверенности, что мы убеждены, будто бы наши планы непременно исполнятся, и что это все зависит только от нас. Как бы мы сами творцы нашей жизни. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое, вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. И вот часто встречается такая вот ситуация, ну даже люди сами про себя это рассказывают, что вот он весь в делах, вот он такой значимый, нужный, на работе там или где-то. И вот он думает, что без него никак никто не справится, что он такими вот важными делами занят, он вот включен во все эти трудовые, так сказать, механизмы, как такая шестеренка. Вот если его вынуть, то все повалится. И вдруг происходит там или инсульт, или инфаркт, или еще что-то такое, что его, или там операция какая-то, и вдруг раз, его как-то Господь изымает из вот этого суетного течения жизни. И он вдруг смотрит со стороны, что, оказывается, дело спокойно продолжается без него, что мир не рухнул из-за того, что он вышел из этого, так сказать, мира, из круговорота этой жизни. Что без него очень легко, спокойно обходятся, и что ему-то тоже надо было думать не об этой ежедневной суете, а о том, что в сердце происходит, потому что вот когда человек умирает, вот он тоже суетился, 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 вдруг раз видит, он вне тела. И потом вдруг он, пред ним открывается вся его внутренняя суть, вот чем покрыта его душа. Она и была покрыта вот этими сиюминутными какими-то тревогами, заботами, страстями бесконечными, и получается так, что душа, вот как говорила одна женщина, которая прошла вот эту клиническую смерть, что душа, она как заплеванное зеркало, и от этого очень больно и горько, из-за того, что вдруг обнаруживается вся нечистота нашей души, и, в общем-то, весь смысл нашей земной жизни, он заключался только в том, чтобы бесконечно вот очищать свое сердце, вот как мы стараемся чистить свое зеркало, в которое смотрит человек. Это тоже в каком-то смысле зеркало, образ Божий, в человеке должен сиять Господь. И апостол Иаков завершает четвертую главу такими словами. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. То есть тот человек, который понимает, что вот надо бы как-то делать, конечно, добро, но вот не сейчас, не сегодня, а потом как-нибудь, то это уже великий грех. Вот, братья и сестры, у нас всегда есть только настоящий момент, вот сегодняшний день. Если нам сегодня некогда помолиться, с утра некогда помолиться, днем некогда вспомнить о Боге, то значит и никогда некогда. То есть мы потеряли настоящий момент, мы самих себя в этот момент потеряли для Бога. А если нас Господь заберет именно в этот момент, если в этот момент мы, вот когда возникает необходимость и совесть нам говорит, что вот нужно где-то помочь, да, вот сострадание проявить, милосердие к ближнему. А мы тоже, ну потом как-нибудь, и тоже проходим мимо, и тоже мы теряем этот момент. Тот, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. А всякий грех несет в душу смерти. И этого надо очень и очень остерегаться. Так что будем, братья и сестры, очень внимательны и осторожны. И по молитвам святого апостола Иакова, даруй Господь всем нам рассудительности. На этом мы закончили рассмотрение четвертой главы. Храни всех Господь. До скорой встречи.